Добрый день дорогие мои зрители и подписчики сегодня будем готовить вернее выпекать рогалики из хорошего теста мы уже делали из него пирожки малышки оно как слоеное вкусное такое это будем делать рогалики с клюквой будет нам рождественским печеньем на рождество давайте приступим что мне понадобится для рогалика вот клюква помытая на салфеточки сушится 200 грамм масла сливочного или пополам с маргарином берите как получится 30 грамм дрожжей или 11 грамм сухих это живые дрожжи 2 столовых ложки сахара пол чайной ложки соли ванильный сахар 250 миллилитров молока 3-3 с половиной стакана муки ну как пойдет уже тесто не должно быть слишком густым тесто я буду замешивать миксером можно и руками кто что имеет дрожжи разведу в чашу миксера полностью чтобы дошли выливаем в чашу миксера растопленное уже не сильно горячее тепленькое масло сливочное сахар соль ванильный сахар добавляем частями муку на три части разделим муку две части смело добавляем а третью часть третий стакан тоже будем смотреть получается что тесто не было слишком бустым я пока даже мешаю лопаткой и видно видите очень редкое тесто еще нужно пока еще три с половиной стакана у меня пошло еще надо будет если то добавлю тесто редковатое меня три с половиной пошло стакана муки надо еще добавить выложила тесто вот я на коврик эти мягенькая но податливая я еще добавила у меня пошло две столовых ложки в тесто все на четыре части делим куски у меня получились по 256 55 грамм так подкатываем их чтобы были аккуратные колобочки теперь раскатываем каждый кружок чтобы он не толстым был где-то пол сантиметра толщина стараемся чтобы кружок получился подпыляем еще возьмите муку на подпыл красивая часть что была в колобочке верхняя вниз чтоб ровненький был рогалик наш так теперь разрезаем на 8 частей все укладываем клюкву сахарку надо взять немного клюква все-таки кислая мы закручиваем вот такой рогалик следующий вот здесь можем воду по бокам чуть приклеить чтобы не вываливались наши ягодки все такое рогалик укладываем я так сколько вам нравится столько и кладите вот разделала уже я один кружок уложила на противень застелен у меня он коврик что я брала для выпечки муж мне его уже испортил постирал помог мне перемял уже сделать дальше в том же духе продолжаем раскатываем и укладываем начиночку начинка конечно может у вас быть любой какая нравится вот у меня клюква в этот раз я раскатала тесто и разделила на 10 сегментов потому что я смотрю на 8 то какие-то слишком крупные рогалики вышли вы смотрите можно и так и как угодно края чуть приклеим вот здесь вот такой рогалик уложила рогалики все на противень теперь смажем яйцом просто я вилкой разбила одно яйцо делаются быстро рогалики быстрее чем рассказывать о них смазала рогалики теперь сахаром посыпаем духовка нагрета у меня 200 градусов потому что я 180 моя не печет хорошо 20-25 минут уже смотрим до подрумянивания вот достала рогалики из духовки 35 минут у меня выпекались из некоторых чуть-чуть вытекла так все нормально вы видите вот такие получились рогалики выход у нас получился 38 штук я разрезала вначале первый раз первый колобок на 8 частей потом на 10 делила разрезала я тесто замечательное так что будет для вас рождественская выпечка печется легко красивый вид начинку любую здесь она имеет кисло-сладкий оттенок кто любит я сахара немного давала можно больше дать можно тесто слаще сделать чуть больше сахара это уже на ваш вкус но получится именно такое тесто очень хорошее мягенькое вверх как бы хрустящий внутри как слоеное красивое тесто так что советую рекомендую испечь на рождество такое печенье рогалики как назовете так и будет готовьте со мной заходите на мой канал подписывайтесь смотрите новые видео нравится видео ставьте лайки готовьте с хорошим настроением и у вас всегда все получится до новых встреч и всего вам самого доброго и с наступающим Рождеством Христовым всех благ вам